В качестве примера работы со словом привожу сочинение Анастасии Солнышко. Солнышко это ее псевдоним. Это иной вариант работы. Выберите свой, а можете наши использовать в качестве примера. Мое прекрасное здоровье. Я люблю себя, и поэтому мое здоровье действительно прекрасно и абсолютно. Во мне здорово все – тело, разум, дух. Я благодарна своему духу, что он смог воплотиться в теле здесь, на земле. Мое тело прекрасно изначально и всегда, ведь оно одухотворено великим и могучим духом и является его домом. Мое тело – это воплощение красоты, грации, стройности и упругости. И оно достойно восхищенного созерцания. Его линии и формы совершенны. Я совершенна. Я вся, с ног до головы, излучаю светлую энергию здоровья и любви. Прикоснуться ко мне – значит получить исцеление. Взглянуть на меня – и вы на пути светлого восхождения. Я – это энергии чистых сияний, кружения и свечения. Во мне есть все прекрасно, что создано во Вселенной. Я – изливающий сосуд любви, полная чаша добра, радости, счастья, мудрости. Я – целостное единение великих начал – духа, разума и тела. И этот союз дает мне не только здоровье на всех планах и уровнях, но еще и чудесное настроение, уверенность, свою цель и стремление к ней, удовлетворение, наслаждение жизнью. Но вернемся к моему физическому телу. Ведь для многих здоровье только в нем хранится. Мое тело пластично и быстро в движениях, статно и гибко, сильно и упругое. Мои стройные ножки легко несут меня по жизни и резво доставляют куда угодно. Руки ловко управляются с любой работой. Это для них одно удовольствие. Мои суставы подвижны, а кости крепки. Позвоночник гибкий и ровный, с положенными изгибами. Вся костная система – это моя опора, уверенность и сила. Мои мышцы эластичны и упруги. Сердце наполняет меня радостью любви. Печень дарит доброту, открытость, искренность. Почки дают мягкость, спокойствие, нежность. Легкие – добродетельность, храбрость, восприятие. Поджелудочная железа и селезенка – справедливость и сосредоточение. Кровь и лимфа разносят по всему телу чистоту и радость жизни. Мой желудок принимает здоровую пищу, и я решаю любые задачи и загадки жизни. Кишечник все прекрасно усваивает и производит полезное удобрение. И я также усваиваю и применяю хорошее, а если попадается плохое, преобразую в полезное. А вот мои маленькие солнышки, яичники и матка. Как хорошо быть женственной во всех проявлениях, очаровательной, обаятельной во всех отношениях. Жизненные силы во мне бьют вечным ключом, орошая все вокруг живительным огнем. Я созидаю и творю в порыве вдохновения. И мой родник чист и прекрасен всем на удивление. Я умею управлять своим телом, и поэтому весь мой родной организм работает весело и ладно. Вот, например, яичники будут вынашивать зрелую яйцеклеточку только тогда, когда я захочу зачать новую жизнь моего ребенка. Посмотрим дальше. Что еще есть у меня замечательного? Вот кожа нежная и бархатистая. От нее исходит нежный тонкий аромат. Это я цвету и благоухаю, как прелестный цветок. Я остановлю на чуть-чуть описание всех моих достоинств, потому что во мне сейчас, в эту минуту, от всего, что я написал о себе, у меня в груди разливается ликующее тепло. Меня охватили восторг, и все клеточки, и частички меня расцветают каким-то новым, вдохновенным цветом. Я, наконец-то, продолжу про себя, любимую, волосами, ласкаем ее ветерком. Густые волнистые щекочут плечи, спину и переливаются. Ясные очи излучают свет. Я могу обогреть и приласкать взглядом, если нужно, заглянуть в прошлое и будущее. Ушки мои ясно слышат, и я могу видеть и слышать все, что захочу. А чувствовать так прекрасно, как по ноге ползет букашка, как плывут по небу облака, как зарождается любовь. Я многое могу чувствовать, и поэтому полностью уверена в надежности работы всех органов моего тела. И благодарю, что оно такое замечательное. Ночью мое тело отдыхает, а я путешествую, куда мне надо. Летаю спокойно на серебряной ниточке, а утром, проснувшись, все помню и могу рассказать о своих приключениях. А еще я летаю прямо в физическом теле. Могу переместиться в другую страну, на другие планеты, побывать в ядре земли, погулять по морскому дну. Я везде. Я все. Мне легко жить и интересно. Я понимаю язык птиц, зверей, насекомых, рыб, травы, деревьев, камней. Всего живого. Я же совершенное творение. Я человек. Вы, может, удивитесь, но все, что здесь написано, прямо относится к моему здоровью. К здоровью человека. Я с удовольствием желаю вам такого же прекрасного здоровья и еще более, более лучшего. Работа с красивыми словами для здоровья – это только начало. Ведь человек – это дух. И чем больше в нем красивых, добрых, полезных слов, тем красивее сам дух. И насколько же он безобразен, насыщенный матом, проклятиями, раздражением, унижениями. Пишите красивые слова и будете все выше и выше парить в духовных сферах, пребывать в состоянии счастья и наслаждаться юношеским здоровьем. Тело последует за вашими словесными приказами и преобразится. Вы станете сеятелями добра, а окружающий вас мир станет раем. Ибо Господь и задумал нас для ухаживания и возделывания своего сада, который находится здесь. Прошло более сорока дней, как я начал писать красивые и здоровые слова. Ранее у меня был беспричинный страх перед водой. Вдруг из глубины кто-то схватит. Я подобрал для себя утверждение «Абсолютное доверие Божественной справедливости». Если нечто неприятное должно произойти со мной в воде, все справедливо и должно случиться. И что тогда об этом переживать? Если же это не должно произойти, так что же бояться? Заходя в воду и плавая, я постоянно твердил эту фразу. Мне стало легко и свободно. Я стал наслаждаться купанием, а не съеживаться, ожидая мнимого нападения. Оказывается, нужно не столько защищаться, как доверять Божественной справедливости. В целом я заметил, как сам изменился, стал проще, спокойнее, добрее, чувствительнее. Произошло расширение сознания, ранее сжатого недоверием, настороженностью и прочими условностями и оковами. Это сказалось и на здоровье. Организм стал работать как-то более свободнее, более легче, более шире. Вновь появился детский интерес к жизни. Принятие каждого дня, каждого события. Исчезла оценка плохое, хорошее. Все стало интересным. Ведь это жизнь. А у нее очень много граней. И все не хотят нас чему-то научить. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!